Ребята, сейчас у вас на экранах иностранный сервер World of Tanks и один из игроков нашей союзной команды, иностранец, сейчас пригласит во взвод вот этого самого Т-34-85М. Это наш танк и, собственно, он проник на иностранный сервер и собирается просто шокировать всех иностранцев своей игрой. Внимательно сейчас смотрите, куда он поедет, какую обалденную позицию покажет, это будет, ребята, просто, блин, невероятно. В общем, смотрим, иностранцы будут просто офигевать от того, как наш танк играет в их рандоме. В общем, команды будут на русском в чате, я уже объяснял почему, потому что я открываю бои с иностранного сервера на русском клиенте. Также у нас сегодня, ребята, длинное видео, будут, во-первых, итоги розыгрыша золота, также будет два боя. Оба они будут на Т-34-85М и будут просто невероятны. Оба, кстати, будут на иностранном сервере и вы поймете, какая же жесть иногда там может происходить. Во втором бою будет один момент, в который я вообще не поверил, что настолько возможно нагло действовать против иностранцев. В общем, смотрим. Чет 2-0, начинается все очень удачно, потому что, ну, команда реально за первые полторы минуты уничтожила двух врагов. Да, пусть четвертого уровня, но это уже преимущество, учитывая, что в этом бою не так много шестерок, всего по три на команду, четверки тоже какую-то роль играют свою. В общем, видим, что еще и Т-1 Хэвид на центре попал, просто в передрягу улетает быстренько в ангар. Кстати, заметьте, его добрал Т-28. Танк четвертого уровня, казалось бы. И наш игрок на 85М замечает такой момент, что ему вообще никто не мешает играть. То есть он легко и спокойно жмет по флангу. И враги реально как будто не видят, блин, этого. Вот мы уже продавили свое направление, стоим тут на позициях. На шару настреливаем. Да, я пошка, по-моему, то ли в нашу сторону кидал, то ли пытался блайдом куда-то сюда закинуть. Ну, как-то подозрительно близко летел снаряд. Но не попал. Но это было, в принципе, логично. Тем не менее, несмотря на такое начало, где команда реально побеждала с уверенным хетом, сейчас все резко становится намного хуже. Вражеские шестерки, танки шестого уровня, оказались попроворнее наших. И быстренько вырезают союзника. Вон, посмотрите. П-43 врывается. Ну, П-43 мы, конечно, снимаем. Но, по-моему, сейчас снимут и штуга 3Б. Да, сняли штуга. И мы уже, ребят, проигрываем в два ствола. Это довольно большое преимущество, кстати. И посмотрите, у кого фраги. Там у М-10 два фрага. У Хедзера, блин, два фрага. То есть, у них даже не танки шестого уровня делают фраги, а пятерки и четверки. Хедзер в таких жестких условиях наколотил уже два фрага. Ну, что сказать. Иностранный сервер меня удивляет. Ладно, пытаемся кого-то выцеливать. И, казалось бы, вот такая странная, реально по стилю, игра на Д-34-85, потому что он в ПТшку какую-то пытается играть, приносит ему уже почти тысячу дамага. И сейчас, по-моему, мы еще и японца пробьем. Нет, не пробито. Сейчас закатится, закатится. Понял, что там торчит башня. Но могли, могли он. Вроде с таким бортом башню поворачивал, туда тоже могло залететь. В это время, несмотря на то, что команда реально сливает, по миникарте все не так плохо. Враги почему-то полностью заныкались на своей базе. А наши союзники выиграли как раз-таки верхний правый угол. Там два наших пацана поддавливают. Центр отдавили. И здесь Т-34-85М просто на шару катается. Его вообще никто не трогает. То есть они даже не приехали, блин, как-то сдержать колиднию. Ребят, что это вообще творится? Подъезжаем на вражескую базу. Засвечивается СУ-100У. Броня не пробита. И мы сейчас реально дали неплохой подсвет. И может быть союзники поработают. Была бы арта, наверное, даже больше насветили. Ну и то неплохо. Видите, по разведанным немножечко по СУ-100У поработали. Но рискнет ли второй раз выкатываться в 85-й? Подсвечивается там вражеский штук 3Б. Ну это четвертый уровень. Здесь должны легко добивать. А вот Т-34-85, который сейчас в наглую сюда за нами шурует. Вот это уже по-серьезки. Потому что не факт, куда переедет СУ-100У. И не станет ли она под прострел. А у этой ПТшки 6 уровня очень жесткая альфа. Никак не хотелось бы ее получать. Засвечиваем Т-34-85. И заметьте, какая ситуация. Мы его светим, стреляем даже в наглую. А он в ответ ничего не может сделать. Он даже нас не видит. Ну им будет, чувак. Сейчас подъедем повыше. Там Японс. Япошку. Япошку опять видно. Но никто не может его нормально пробить. Очень рискованно сейчас выезжает. Вот уже за малым мы сейчас от М-10 не отхватили. И прям опасная позиция. Потому что вы знаете, какая альфа у СУ-100У, ребята. Очень злая. По-моему, 490. Да, если я не ошибаюсь. Напишите в комменты. Точно не помню. Помню, что большая. Так, внизу Японец. Броня не пробита. Ох, Япошка, зараза, танкует. Максимально жестко. Прямо все не пробито. Сейчас с такими союзниками Японец УИ продавит через центр. Пересветит там Т-40 нашего. Ой, и они их разберут. Потому что там хорошие прострелы с базы. Черчилль вроде стал на захват. Не факт, что с него не собьют. По-моему, уже начинают сбивать. Да, уже УИ по нему как раз таки кидает. А мы все-таки начали пробивать. И заметьте, какие стальные нервы у этого игрока. Он даже не зарядил голду. То есть, действительно, были обидные непробития. И по СУ-100 ИГР, и по Японцу. Но голда не пошла в ход. То есть, мне реально иногда кажется, что на европейском серве меньше голду используют. Хотя вот сейчас все, все стало на свои места. Пошла голда в дело. Но он понял, что он, наверное, к Японцу ее все-таки готовил. И опять сейчас возвращается на ББ. Так, 9-12. Черчилль продолжает делать захват. А центр карты уже очистили. Мы сейчас снимаем Валверина. И впереди Т-28. Гляньте, заметьте, самое интересное, что он до сих пор все ХП свои на месте сдержал. Так, по идее, сейчас, если я не ошибаюсь, его должен во взвод Черчилль Третий пригласить. А вот тут-то нам и прописывают за все то, что мы сделали там. Очень неудачный переезд. Наловили просто на половину ХП. Это еще повезло, что опять же отсутствие У нам не прилетело. Т-28 там стоит. Нужно его как-то одноказывать, потому что слишком он обнаглел просто в конец. Черчилль берет базу. Вроде сейвится. Главное, чтобы там СТРВху М42 на центре не сняли. И как раз только я об этом подумал, ее отправляют в ангар. И вот наш Т-85 остается вдвоем с этим самым Черчиллем Третьим. Даем дамаг по Т-34. Т-85. Еще один выстрел. И танкуем. Семьсот альфы от японца. Советская, блин, закаледная броня какая-то. Вы видели это? Жесть. Так. Япошка еще раз может сейчас швырнуть. Нельзя так легко поддаваться. Давай, давай. Нужно добирать. Нужно добирать. Ой, голда нужна сейчас. Не пробивает. Он чуть-чуть накладил и уже не пробивается. Так. Черчилль берет базу. Но походу там сейчас подъедет Т-28. Пять фрагов уже наколотил. Слово говоря. И две шестьсот девяносто три дамага. Это немало, ребят. Так. До захвата базы. Минута сорок три. И никто даже не блокировал захват. Потому что это встречный бой. Если кто-то из врагов сейчас заедет. Он, по идее, должен заблокировать. Нет. Вот заезжает Т-28. Выезжай и помогай. Сейчас Черчилля, ребят, снимут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот он остается. Просто один бедняга. И вот он остается. Так. Т-28 здесь. Снимаем его. Там японец за углом стоит. Ну, все, все, все. Уходим вниз. Спокойно. Дыхание нужно перевести в такой ситуации. Потому что нервишки, конечно, очень сильно могут начать шалить. Японец все еще там, кстати. Но железные нервы даже не подвинулся никуда. Даже голдой не шьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Засвет-то какой. Под СУ-100-Y стоим. Под всеми, блин, сразу. Вот, кстати, Черчилль во взвод приглаз кидает. Должен, по-моему, сейчас принять. Да, вот. Нет, еще не принял. Сейчас вниз спускается. Захват базы идет. Нужно ехать сбивать. Там четыре ствола. И я уже просто весь мокрый сижу от такого боя. Вот он принимает наш Т-34-85 при главшей дне. Иностранца на Черчилле 3. И смотрим, что будет. М10 прямо перед нами. Сзади в него плюху на 147. Минус М10. Хорошо. Неплохо ПТ-шку снять всегда. Плюс. Что делать с ОИ и что делать с СУ-100-Y? Вот главная проблема. Если бы еще против четверок или пятерок остались. Хотя бы. Но здесь два танка шестого уровня у них. И это реально, блин, жестко. Другое дело, что они оба неподвижные. Мы будем подинамичнее. Но там эксельсер может помешать. А вот это уже жесть. Японец катит прямо на нас. Лбом. И он начинает его голдой прошивать, ребята. И минус ОИ. Просто, просто ручки трясутся уже, ребят. О, жесть. Вы это видели? Это ж капец какой был. За гранью. За малым. Справа СУ-100-Y. Тоже промахивается. Там долгое КД. Давай, давай, давай в башню. Есть, 182. Еще разочек надо. Еще разочек надо успеть. Одна уже накатывает. Скоро будет готова стрелять. Очень хорошо, что здесь именно остался наш СТРВшник. Он не дает нормально свестись. Безбашенная СУ-100-Y. Она промахивается, ребята. Есть. Девятый фраг оформляет. Я представляю, в каком шоке сейчас находится наш новый совзводный на Черчилле 3. Посмотрите. Килл-Ол. Супер гейм там. Иностранцы просто в шоке от того, что видят сейчас своими глазами. Ой, ребята, нужно передохнуть. Ребят, сейчас мне сразу после этого сражения и меня и вас ждет еще один бой. Тоже на Т-34-85М. И там финалочка не поддается никакому объяснению. Обязательно оставайтесь вместе с нами. Обязательно смотрите второй бой тоже. Там действительно будет... Ну, у нас бы так не прокатило, мне кажется, то, что будет там в финале. Посмотрите, будете удивлены. Необычный бой вас ждет следующий. Ну, и про голду тоже скоро расскажу. Победителей сегодня будем показывать. Может, даже вот кто-то из вас, кто смотрит, станет победителем. Так, чтобы стрелы и чинские прожимаете. Также сразу немножко за спойлерю. В этом видосе тоже будет розыгрыш золота. Можно будет выиграть 5000 голды. Прям вот сегодня анонсирую новый. Поэтому можете уже лайк, подписку, колокольчик врубать. Ну, и за такой бой, конечно, лайк. И смотрите, что здесь. Эксельсер. По-моему, это фраг. Ля, критический уродный еще залетает. Он фугас тут. Фугас зарядил. А-а-а, дамаг-то не проходит. Эксельсер жив от фугаса, ребята. Ай-яй-яй-яй. И он начинает дамажить еще. И вот только сейчас победа. Вот такой бой. Итоги посмотрим в самом конце ролика. А мы едем сразу к следующему сражению. Погнали. Ну что, погнали сразу в следующий бой. У нас карта Прохоровка. Легендарная, всем известная. Опять иностранный сервер. И будет просто жесткий. Жесткий бой. Финалочка настолько нервная и красивая, что вы обязательно, ребята, должны это все увидеть своими глазами. Ну что ж, давайте смотреть, куда поедет наш игрок на Т-34-85. И что же за позиция будет в начале? Противники. Противники сразу там взвода свои формируют. Начинает группироваться. А мы вместе почти со всей командой отправляемся на гору. Нет, не со всей. У нас тяжа решили поиграть в ПТ-шек. И встали, блин, на ЖД-шке у себя на базе. Интересно. Ну это и на нашем сервере практикуется. Тем более Прохоровка. Посмотрите, наш союзный ИС, где вообще находится. Вообще на зеленке стоит в кустах. Тяжелый танк седьмого уровня. Топовый в этом бою. Одна арта всего. Он стоит на Прохоровке. Дальше ПТ-шек даже. Дальше Супер Хеллкета и на Скорна стоит. Лах иностранный сервер жару дает. А нас тут уже подталкивают союзные. Кто тут? Кавалер говорит. Давай, дружище, вперед. Погнали давить. Ну хоть кто-то. Прикатился, хоть Тигр один. Молодец. Так. Тайп 64 походу сейчас будет получать. И от арты я... Ой-ой-ой. Тигр только докатился, чтобы последним выстрелом фраг оформить себе. Правда, наш кавалер улетает в ангар от 45 ТП тут же. Ну, было предсказуемо. Можно сказать, разменчик. Так, аккуратно. Там вроде по зеленке сейчас пошла битва. Решай, гляньте, что вытворить. Вытолкать кавалера вперед. Он вообще его выталкивает, что ли, с горы? Не, он тут подготовил. Подготовил себе защиту, гляньте. Если с центра, может, будут накидывать. Ну, навряд ли. А Тигр первый. Молодец. Прям рискованно так под врагов выкатился. Как бы он сейчас не отлетел, как кавалер и Тайп 64. Меня больше интересует тот факт, что вообще никого нету в квадрате Ф6 на центре. Ребят, посмотрите. Вон, сейчас 85 показывает туда. Он читает мои мысли. Никого вообще там нету. Ни один не выкатился, блин. КВ-1 подъезжает сюда. Давай, давай, в гуслю. Еще раз КВ-1 снять. Молодец. Тигр держится. Тигр помогает подсасывать упор на фраги. Но недолго. Его тоже упаковали. Упаковали в ангар, несмотря на то, что танк седьмого уровня. Сложности он врагам не составил. Продолжаем держать позицию. Впереди у нас 45 ТП вражеский светится. 1200 у него. Давай, аккуратно, аккуратно. Нужно разбирать его. Видно полностью. Посмотрите, неплохая позиция сейчас у нас. Учитывая, как мы подготовили себе, так сказать, защиту. Там еще шапка Т1 Хэви виднеется. Мы прямо в нее попадаем. Удачненько. А счет-то уже 5-6. Здесь, несмотря на то, что наш ИС упорно ныкался там изо всех сил. Но вражеские ЛТшки молодцы. Одни реально пересветили зеленку. И походу сейчас будет минус Чаффи и будет минус ИС. Нет. Нет. Ёлку-Ёлку забрали. Но ИСа снимают. Слишком долго Ёлка там высвечивала. Опа. А кто тут такой наглый? Опять 45 ТП подсвечивается на центре. Это он, кстати, отработал и по Кавалеру, и по Тигру Первому. Он там с центра слишком нагло себя вел. Его ж никто вообще не светил. Сейчас его АйКВшка поехала светить. 103-я, кстати, к слову говоря. М4 впереди выкатывает. И мы от кустов. Они нас не видят. Они выезжают. Мы даем по ним дамаг. Они не могут даже в ответочку подсветить. 85-й молодец. Хитро придумал. С одной стороны его союзник защищает. А с другой стороны его просто не могут высветить. И мы еще даем засвет по Т1 Хэви. Посмотрите, и союзники там, которые упорно сидят на ЖД, они хоть что-то настреливают. Так, 45 ТП виден. Давай, 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 пошел. Отрабатываем. Не ныкается. Нужно разрушать. Нужно разрушать и прописывать им. Прописывать. 200 еще разок сейчас получит. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты творишь, 45? Да куда последний снаряд? Надо было назад упреждение уже брать. А они наглеют, потому что счет 6-10. Они додавили все-таки зеленку. Но это там елка слишком долго светила. Они уже на той стадии их всех шотными сделали, я думаю. А сейчас просто добивают. Так, поехал американец. Непонятно зачем. По-моему, сейчас блайном сюда еще кинул. Попал. Кстати, рикошет, правда, но попал. Не удалось им. Просто не удалось вот эту позицию перебить. Врагам. И 85 еще решается продавить вперед, кстати. Но он видит, что все враги на другой половине. Можно поехать арту найти. Было бы неплохо. И Т1 Хэви здесь. Даже не смотрит в нашу сторону. Надо вниз спускаться от 45 ТП. Не получить, не получить. Ой, аккуратно нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы видели, какая вертуха залетает-то? Но он нам в ответочку присунул. Добьет без засвета? Нет, выжил. Он выжил на центре поляк. Будет опасно сейчас. Потому что там уже разбирают оставшихся наших союзников на базе. 10-11, тем не менее. Есть еще шанс? Нет. Эмиля сняли. Плохо будет. Тяжело будет в финалочке здесь. Ой, тяжело. Так, свешиваемся вниз. Т1 Хэви пошел в атаку. И заряжаем подкалиберы уже. Все, терпение кончилось. Только голдой теперь. Ну, до этого момента почти всегда ББХами, по-моему, кидал. Если я не ошибаюсь. Даже, по-моему, не было вообще голды. Вроде только ББшки. Так же? Или я что-то упустил? Напишите в комменты. О, гляньте какой. Какая интересная. Интересная анимация. Так. Сус-то М1. Оп. Сус-то М1 пошла в атаку. Сейчас будет снимать Т1 Хэви. Давай к ней в борт. Ай-яй-яй-яй-яй. Заходит сейчас. Ну. Добивать надо. Т1 Хэви держись. Нельзя потерять союзников. И тогда, может быть, совсем беда. Сняли. Молодцы. Хэвик. Хэвик молодец. Хорошо светит там. Арта тоже еще в бою. Все шансы сейчас. Три в четыре. Главное, не потерять Т1 Хэви. Там 45 ТП ваншотные, насколько я помню. А вот что с Блэк Принсом, не ясно. Как бы он не был там фулл ХП. Потому что я не видел, чтобы он там сильно активничал. По-моему, он как там на зеленке стоял, так там где-то и стоит. Так, Хэви слишком рискует сейчас. Если его светанут, его может Блэк Принс и Су-85 снять с зеленки. Надо быть поаккуратнее в такой ситуации, конечно. Оба одна. А вот это прикол. Су-85 уже подъехал прямо под нашу базу. И пересвечиваем его, кстати, даже. Ну. Еще раз. Сейчас еще раз подставится. Нет, не хочет. Едет прям. Прямо по ДжД едет. Блэк Принс шотный, оказывается, ребята. Арту сняли, правда. Арта вражеская сняла. Но ее там подсветили. И мы 2 в 3. 45 ТП. У них. Су-85 там еще. Ее мы уже навряд ли подсветим. Ее, по-моему, арта рентгенила, да? Наверное, все-таки. А нет, мы ее светим тоже. Ой, ребята, экшен какой. В каток давай. Такая маленькая щель. Добьет? Нет. Она хочет по Хэвику дать. Жадность Фраера сгубила. И там 45 ТП сейчас работает. Дает по Т1. И его сейчас арта может добрать, ребята. Ай-яй-яй. Не видим. Все. Минус Т1 Хэви. Ребят, сейчас будет очень интересный финал этого боя. Именно он будет связан с вражеской артой. Обязательно посмотрите. Такого вы странного поведения. Я вам отвечаю, ребят. Не ожидайте увидеть. А я пока возьму паузу, буквально на 2 минутки. Мне нужно про голду рассказать. И важную информацию вам кое-какую тоже рассказать. В общем, сейчас вернемся в бой. Пока небольшая пауза. А потом сразу досматриваем. Интересный будет финал. Не думайте, что все будет по-обычному. Смотрим. Ребята, мы сейчас с вами на сайте whatkit.com, где, как вы видите, бешеные скидки на все кейсы 33%. Поэтому я хочу пополнить запасы голды, чтобы больше призов вам раздавать. Также выдать новым победителям золото. Тут, кстати, посмотрите. Можно Тога-2 выиграть. Выиграть Суперпершинга. И выиграть ИС-6 сейчас. Эксклюзивные призы. Попробуем, может, что-то из этого сегодня урвать. Ну или какой-то другой премтанк. Как повезет. Посмотрим. Ребята, ну, в общем, давайте начинать. Начинать игру. Посмотрим, что тут получится. Ловешник у меня выпадает, ребята. Со второго, по-моему, со второго до кейса. Жесть какая. А вот это уже неплохо. Так мы начали игру. Откроем. Давайте один. Хочу какой-нибудь другой кейс. Попробовать кейс с золотом, может. Так. 100 золота. Ну, пока я даже не знаю. Пока так хорошо идет. Давайте один кейс с танками откроем. Буквально один. Тут у меня близится скоро бесплатная игра. Я уже хочу, может, в следующем месяце ее использовать. Оба! Ёлки-палки! Два лёвы за один заход, ребята! Ну, они все в голду переводятся. Давайте, кстати, бесплатный кейс откроем еще. Ребят, я хочу все-таки успеть еще напомнить, во-первых, что Воткит также спонсор сегодняшнего ролика у нас. И вы сможете тоже выиграть здесь голду. Во-первых, здесь вот она, ежедневная раздача. Ссылка на Воткит находится в закрепленном комментарии. Переходите и вот эту кнопку «Участвовать» прожимаете. По-моему, это элементарно. Вот, сюда нажимаете, все. Сразу можете отхватить 5000 золота. Так что делайте это, пожалуйста. И также тут можно заработать вообще золото. Вот есть кнопка «Заработать». Золото бесплатно. Тоже зайдите, проверьте. Нажмете, сами почитайте, что там будет. Вся инфа есть в закрепленном комментарии, ребята. Также, там при пополнении счета мой есть эксклюзивный промокод. Вот он, бомбилка, дает вам, видите, ой, слетело. Плюс 15 баланса по вашему промокоду. Он многоразовый, то есть сейчас можете его обязательно, если будете пополнять счет, используйте именно этот промокод. Он эксклюзивный именно от нашего канала. Вся инфа в закрепленном комментарии. Также, ребята, давно ждали вы, ну не так давно, но все равно уже не было новых победителей, и я хочу их показать. Как я и говорил, можно 5000 золота выиграть, я постоянно говорю в видосах. И где-то же должны быть эти счастливчики, которые эти 5000 получают. Вот, ребята, сейчас у вас на экранах появляются два победителя, которые получают по 5 косарей голды. Вот одни, поздравляем этих ребята. По 5000 каждый получает. И в этом видосе я объявляю новый розыгрыш. Скоро будет опять ролик, где будем снова играть, и будет много победителей. Поэтому активнее участвуйте. Следующие, следующие призы будут еще круче. Поэтому сейчас для участия прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик в режим все уведомления и оставляйте позитивный комментарий с вашим игровым ником и ID от ВКонтакте. Это очень важно. Это цифры в ссылке на вашу страницу ВК, которые после слэша. Или буквы, неважно что, но там именно должно быть ваша ID. ХВК-30 мне еще, ребята, выпадает сегодня. Ну, я чувствую, следующая раздача голды будет очень крутой. Поэтому спешите прожать лайк. Давайте откроем остальные кейсы, и тогда уже, ребят, будем возвращаться к видосу. Нас ждет очень любопытный финал боя. Немножко нервный. И, если честно говоря, странный, потому что я уже досмотрел, я записываю вот кит после того, как уже закончил комментировать. Поэтому я знаю, что вас там ждет час экшен, блин. А вы еще не видели. И не забудьте в конце в комментах написать, какой бой вам больше понравился, так же, ребят. В общем, напоминаю, вот кит. Самое важное, это вот эти кнопки. Можно заработать бесплатно. Скидки 33% сейчас на все кейсы продолжаются. Прям вот вы их тоже увидите. А я еще и револризе выбиваю. Охренеть! Вот это я поднялся сегодня, ребят. Посмотрите просто на это. Напоминаю, раздача 5000 голды. Может, кому-то повезет. Вот вчерашний победитель здесь есть. И также мой промокод при пополнении. Вот он, бомбилка. Он в закрепленном комментарии находится. Именно в комментах. Проверьте там. Серьезно. Все, ребят. Отыграли? Не забывайте лайк, подписку, колокольчик. Жай для участия в новом розыгрыше. 5000 голды можете легко урвать. А мы погнали досматривать видос. Итак, ребята, мы возвращаемся на карту Прохоровка, где идет сейчас финальная битва с артиллерией. Я надеюсь, вы все уже прожали лайк за такой большой интересный ролик. Я уже, если честно, в дикой жаре сижу, весь мокрый. Из последних сил уже досматриваю с вами этот бой. Хочется просто пойти выпить водички. Я уже третий бой подряд записываю. Еще я для второго канала делал видосы. Кстати, кто не подписывался, канал Бомбилка Лайф. Там где-то около 6500 подписчиков. Заходите, подписывайтесь. У меня есть он в рекомендованных. Мои другие каналы на главный должен досвечиваться. И вот смотрите, какой сейчас финал происходит. Я вообще не понимаю вот здесь поведение этого игрока. Прямо за нами стоит арта. Она может в любой момент выехать. И он зачем-то, ребят, посмотреть. Он начинает отстреливать снаряды в землю. Неужели он хочет арту добить тупо последним снарядом? А хватит ли на это времени? Ведь пулек еще очень много в запасе. Ну, смотрим, ребят. Вот просто интересно поведение арты. Арта стоит за бугром. И даже не выезжает. Даже не делает попытку выстрелить. И посмотрите, он откидывает и ББшки тоже. И он сейчас откидает эти снаряды. Просто давайте ускорим. Потому что это уныло немножко смотреть. Но хочется досмотреть все-таки, чем закончится. Посмотрите, что творит. Как вы это объясните? То, что арта вообще не предпринимает никакой попытки. Он хочет взять медаль последним снарядом последнего противника. И он отстреливает все снаряды. Вот. У него остается ровно два. И смотрим, что сейчас будет. Он выезжает, арта кидает. Ну, понятно, что этого мало. И еще вот такой с полувертухи один снаряд. И все-таки побеждает. Ну, такой, можно сказать, интересный, неожиданный финал. Перед вами. Давайте сейчас итоги глянем. Обоих боев. Ну, вот, ребят. Первый бой. 85М. 10 киллов колобанов. Как мы видим. Пишите, кстати, в комментарии, какое сражение вам чисто больше понравилось. Это оба бои на странный сервер. Вот. Вот. Реплейс. ЕУ. В чате они писали по-английски. Автоматические комменты переводятся моим клиентам. Я уже говорил. Ну, вроде таких как так точно. Там. Нужна помощь. Они автоматически переводятся. А так, сервера иностранные сегодня у нас были. Ну, и вот второй бой. 85М. Тоже просто вот медаль. Получил. Получил Фадина. Смотрите. Получил. Тут много наград у него. Хитрюга еще тот. Ну, тоже бой выглядел неплохо. Ну, а на этом все, ребята. До скорых встреч. Про лайк, пожалуйста, не забудьте. И сейчас вверху справа появляется видос, где я опять нашел глюк на КВ-2. И еще там бой такой эпичный. Зацените. Вон, вверху справа. На этом все. До скорых встреч. Увидимся, ребят. Всем пока. Лайки жмем. Не забываем. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok